История общедомовых счетчиков в Североморске началась в прошлом году. Тогда представители управляющей компании, получая огромные счета за расход воды на содержание дома, так называемые ОДН, предположили, что аппараты считают некорректно и сильно накручивают показания. Ватоканал стоял на своем. Прояснить ситуацию могла только независимая экспертиза. Это дело не на миллион, а сразу на 30. Причем сумма постоянно растет. Все началось около года назад, когда управляющая компания в Североморске получила счета за воду по ОДН с космическими цифрами. Они должны быть приблизительно одинаковые каждый год, как и приблизительно одинаково потребление воды по индивидуальным приборам счетчиков, которые установлены в домах у жителей. Однако расход воды в домах резко вырос. И это произошло тогда, когда ОДН законодательно легли грузом на плечи управляющих компаний. Раньше ОДН выставляли напрямую жителям. Но законодатели посчитали, что оплачивать этот расход должны управляющие компании. Логика таких изменений понятна. Так попытались стимулировать обслуживающие организации расходовать меньше воды на мытье подъездов и оперативно устранять протечки. Круглый год следить за состоянием и надежностью труб. Вот только что делать, если компания получает за ОДН настолько огромные счета, что может оказаться на грани разорения, законодатели не сказали. В случае, произошедшем в Североморске, руководству управляющей компанией пришлось самостоятельно искать способы установить истину. УК провела ряд экспериментов, пытаясь подтвердить или опровергнуть теорию о том, что счетчики работают неверно. Самым наглядным и показательным стал метод бочки. Мы сделали эксперимент. Уже об этом мы говорили неоднократно, который не принимается никем. Но, тем не менее, это эксперимент, который не нарушает никакую физику, и он реально отражает картинку. Мы подогнали шестикубовую бочку к сборному дому по фулике 6 адрес, отключили подачу воды на дом и закачали воду через счетчик в бочку. Шестикубовую, 6 тонн. Счетчик показал 12 тонн. Вывод напрашивался сам собой. Только услышать его и снять приборы, которые продолжали с жадностью накручивать литраж, никто не захотел. Обращения в разные инстанции тоже результата не принесли. Тогда сотрудники управляющей компании отправили приборы на независимую экспертизу. И вот пришел ответ. Силами управляющей организации демонтировано 26 приборов учета холодной воды. Они сданы в специализированную организацию, имеющую лицензию для проведения инженерно-технической экспертизы. Эта экспертиза на данный момент показала, что приборы учета установлены в нарушении технологических условий, технических условий. И в принципе ввод в эксплуатацию был неверен. И вести по данным приборам коммерческий учет было нельзя изначально. Как отреагировал на выводы экспертной комиссии оппонент управляющей компании и ресурсоснабжающая организация? И какие шаги обслуживающие североморские дома компания намерена предпринять дальше? Смотрите в следующем выпуске новостей на телеканале Арктик ТВ.